Газовая печка Выглядит она очень простым образом И внешне, как вы видите, состоит из бочки Обычная бочка, объем ее 200 литров Она поставлена внизу на кирпичи Обычные силикатные, три кирпича Снизу есть отверстие, оно сейчас запнуто Фетром Ну и есть еще одно отверстие Что еще по внешнему виду Есть боковые ручки Есть ручки на крышке Чтобы удобно было ее открывать Ну и собственно говоря, бочка разрезана таким образом Чтобы получилась ее основная часть И крышка По внешнему По внешнему виду В общем-то и все Что у нее внутри И как ее вообще Очень легко сделать Сперва, понятно, вам нужно найти бочку Потом И сразу же купить огнеупорный фетр МКРФ-100, который называется Бочку разрезаете Состояние От края бочки Приблизительно 20 см И я рекомендую Здесь Вырезать отверстие Сейчас покажу Гораздо больше, чем пробка в этой бочке Для чего это объясню немножко позже Так, как делается Сначала Начнем с крышки Крышка изнутри Уложена вся вот этим вот Фетром Огнеупорным И чтобы он не падал Она подвешена на Керамических пуговицах Которые держат Нехромовая проволока Подвешена Вот эта часть И подвешена боковая часть Прикреплена, скажем Боковая часть фетра Дальше фетр просто Загнут на каемку Этой бочки Здесь я обычной проволокой смотал Чтобы он не трепался И край этот не отгибался обратно Собственно говоря и все Здесь Три слоя этого фетра Каждый слой Приблизительно 2 сантиметра То есть получается 6 сантиметров Может чуть больше За счет того, что он такой Воздушненький Где-то 7 сантиметров У вас получается Толщина этой крышки Крышку можно делать и больше Можно еще один слой добавлять Тепло Скажем так Не будет потерь тепла Хотя я пробовал Несущественно Собственно говоря Вот такая конструкция Самой крышки Далее Стенки Стены самой печки Стены самой печки И как что в ней Выполнена Сама печка В ней тоже внутри Расположен Огнеупорный Этот фетр Той же самой марки МКРФ 100 И здесь 3 слоя Я пробовал делать 4 слоя Смысла нет Потери те же самые Дальше Что внутри Внутри вы видите Расположена плита Плита на которую Ставится изделие Плиточку я покупал Славянский И здесь Вы видите Что плита Я немножко заложил Тем же самым фетром Чтобы сюда не шло пламя Когда Производите обжиг Плита Стоит На Трех столбиках Столбики Я сделал сам На гончарном круге Из глины Белой Которая смешана была С шамотом По краям На дне Вы видите Что я выложил плитку Чтобы пламя Как бы загибалось Кверху Шло наверх Само отверстие Как его показать И вот там Находится отверстие Как видите У меня их два Одно И второе Которое Сейчас замуровано Той же самой ватой Для чего Два отверстия Дело в том Что Дно Там тоже Три слоя фетра Прямо на этом фетре Стоят эти столбики Я могу в любой момент Поставить его На уровень выше И у меня получится печь Объем ее сократится Можно сделать еще меньше Например Когда вы будете делать Раку Технику Раку Выполнять Еще я так сделал Самый большой объем Требуется Когда у меня есть много Изделий Я делаю утильный обжиг Это очень просто Быстро За один раз Очень много Изделий Входит Хорошая вентиляция Дает минимум Рака Минимум того Что изделие Будет трескаться Если мне нужен Меньший объем Например Когда я делаю Дымление То я переставляю Полочку кверху То отверстие Закрываю Это отверстие Открываю И Как бы Объем меньше Легче делать Дымление Под низ Я могу забрасывать Дрова Окислитель Ну и Я планирую Сделать еще одно Отверстие Для того Чтобы печка Совсем была Объем Рабочей камеры Был совсем маленький Для того Чтобы делать Технику Раку Чтобы в один этаж Ставить изделие Значит Что еще Ну Как вы видите Здесь есть следы Что Того Что я Как бы Пуговицами Тоже Керамическими Прикреплял На самом деле Это не нужно Этот фетр Очень хорошо Держится Я его здесь Даже С этой стороны Ничем не связывал Он просто У меня Завернут край И Прекрасно Держится Никаких проблем Не было Ни разу Не упал Ни разу Не обвалился Отверстия Отверстия Выполнены Вот таким Вот образом Одно Вы видите Закрыто Сейчас Второе Открыто Диаметр Отверстия Должен быть Немного Больше Чем диаметр Вашей горелки Газовой горелки Горелку Я ставлю Просто Подвигаю Крепляю Кирпич Кладу Сюда Горелку Креплю Шланг Чтобы горелка Не ерзала И не выпала Случайно Ну и дальше Что и как делать Вы уже видели На Другом Моем видео И вообще На других Видео Которые посвящены Таким Печкам Газ Я использую Обычный Пропан Покупаю Его 40 килограмм Горелку Я использую Самодельную Ее Когда-то Сделал Мой отец Она Подобна Тем же Самым Горелкам Которые Продаются На рынке Конструкция И принцип Действия Ее Очень Простой Единственное Что Вам нужно Будет Выбрать Необходимую Мощность Я Если честно Не знаю Какой Мощности Вот Эта Горелка Ну Подобие Тому Что Где-то 2-3 Киловат Наверное Да Где-то На 2-3 Киловат Она Точнее Сказать Не могу Это Уже Просто Подбирайте Какие На рынке Будете Видеть Кто себе И выбирать Собственно Говоря И вся Такая Простая Конструкция Простая Модель Этой Печки Для меня Она Выполняет Три Функции Первая Это утильный Обжиг Второй Это я в ней Делаю Удумление И скажем так Пытаюсь Сделать И третья Делаю Технику Раку Либо Я Загружаю Изделия Тоже Обжигаю И потом Обвариваю То что вы видели На одном Из моих Видео Если печь Большая Можно Можете Взять Есть еще 100 литровые Бочки Можно из нее Сделать Она меньше Будет Тут уже Все зависит От того Какие вам Объемы Нужны Теперь Такой Момент Вы видите Что здесь Отверстия Я сделал Больше Чем Оно Было Изначально В этой Бочке С какой Целью Диаметр Это отверстие Увеличена От этого Зависит Тяга Тяга Из бочки Бывает Так Что Когда я Обжигал Делал Первые Обжиги Этой Тяги Не хватало Печь Как бы Захлебывалась Поэтому Я увеличил Это отверстие И Теперь Тяга Как вы Понимаете Хорошая Можно Сюда Даже Примастырить Какую Трубу Но Кроме Того Что Есть Тяга Появилась Хорошая Достаточная Для этой Горелки То Вот Эту Тягу Я еще Могу И регулировать Вот Таким Образом Это Тот Же Самый Фетр Я Могу Просто Ее Делать Меньше Или Больше Например Когда Вначале Обжига Там Нужно Чтобы Было Очень Хорошее Испарение Чтобы Очень Хорошая Вентиляция Была То Конечно Я открываю На полную И Где-то За час Полная Бочка Изделий Испаряется Почти Влага На Маленьком Огоньке Ну А Когда Уже Идет Нагрев То Где-то В таком Положении У меня Стоит И Экономится Как бы Тепло Нагревается Быстрее При этом Печка Не Захлебывается При этом Тяга Будет Нормальным Ну И Оставлять Печку Хранить Ее Как Вы Видите Я Храню На Содержу Ее На Улице Значит Что Я Рекомендую Это Понятно Что Накрывать Чем-то Сверху Ни В коем Случай Не Закрывать Эти Отверстия Ни Верхнее Ни 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 Для Того Чтобы У Ни Была Вентиляция Если Будет Закрыто Если Через Одну Неделю Вы Откроете Она Будет Наскрусь Мокрая Из-за Конденсата Собственно Говоря Все На этом Обзор Печки Закончен Будут Вопросы Ребята Обращайтесь Пока Продолжение следует